И вот вы знаете, что так как я все-таки президент национального общества гипноза в этой стране и часть моих работ идет там чуть-чуть в Стэнфорде, чуть-чуть в Гарварде, чуть-чуть там, чуть-чуть там, то для обучения, например, наших специалистов все, что мы изучаем, это рапорт. Рапорт это неосознанное доверие, когда вдруг человек тебе начинает доверять. Это неосознаваемо. И студентов, конечно же, мы гоняем, потому что каждый из специалистов вызывает свои состояния. Я в основном занимаюсь удовольствиями, ну кто на что учился. Мои коллеги, если вы заметили, они занимаются «Где у тебя бой?» То есть, если у меня они плачут от счастья, то у них они такие «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а». И в основном все, что меня интересует, это дофаминная реакция, то есть такой вот дофаминный отклик. это означает чтобы найти именно удовольствие именно кайф и уметь это делать и конечно же все имеет цену и я не буду скрывать том что я не ем мясо в том что я каждый 11 день после 2 нобелевской премии 2016 года держу и кадаши я не ем не пью и не сплю целые сутки каждый 11 день если у меня тяжелый пациент я выезжаю у меня в основном великие люди то есть это какой-нибудь взвод охрана рядом с ними это камень поездка на чартере куда-то куда-то я у них службы сопровождения то есть я работаю с начальником службы безопасности и непосредственно с первым лицом поэтому я может быть мало преподаю потому что я не знаю обычных людей только в научных лабораториях то есть я как бы я не живу в москве в маленькой деревне рублево-успенского шоссе там совершенно другой менталитет и совершенно другие люди совершенно другая психология эта психология направлен на то что есть когда эти люди здесь появляются вы даже кушать при них не сможете настолько они бывают очень интенсивно транслируют свое влияние на массы настолько от них очень мощный сильный сигнал который идет что биологические задачи которые включаются у многих кто с ними ступает взаимодействие они весьма разрушительны то есть чаще всего жена психиатрической лечебницы две любовницы психиатрической лечебницы то есть и тебя вызывает потому что надо все это радостно восстанавливать и делать и конечно же ты идешь потому что уже в каких-то возрастах этот перемена биохимической в его теле она уже разрушительно и вы осознаете что основное влияние которое человек приобретает да за свою жизнь это где-то после шестидесяти лет после семидесяти лет и казалось бы мальчику только жить и жить или девочки только жить и жить а уже все финита для комедия и в основном все что мы занимаемся в научном мире это о том как сделать так чтобы этот период да у нас продлился еще лет на 350 во всяком случае тогда 400 мы хотя бы дотянули им вот часть лабораторий много из них русских конечно же занимаются процессами долголетия омоложения и я вам не случайно рассказываю эту историю потому что все что есть это конечно же наши славные функции ведь их с каким он лицом все такой да у хозяин я даже не употребляю двупедальная локомоция понимаешь я блокирую эти термины все что связано это чаще всего с энергопотенциалом который у вас есть ну то есть вы говорите скажи мне как это на их языке ну вот это энергия да а это вот так вот да то есть вообще энергия конечно же в медицине а это зависит от многих многих факторов есть множество различных теорий есть теории которые связаны у нас с тем что существуют например там определенная давайте я как-то так загрязнение тела попробую на русском языке да то есть и мы используем свободные радикалы на то чтобы очистить клетку на то чтобы она делилась есть понятие о тепломерах которые идут тоже на то чтобы что-то регенерировать запустить и сделать но весь смысл заключается в том насколько вы энергичны насколько вы бодры свежи и как вы можете чего-либо добиваться в этой жизни это очень легко определяется потому что в основном кота сидишь на каких-то бизнес переговорах или еще что-то миша вас вчера спрашивал то есть что вы готовы заплатить за то что с вами это произойдет тоже можно не покажу дарю вам какой такой жест да то есть был поэтому как бы простите в медицине это иначе поэтому все что есть я держу кого-то без еды на каких-то препаратах использую ряд диагностики вы сдаете тесты на кровь на прочее на прочее я проверяю как работает лимфосистемы проверяю как работают другие системы может быть что-то хватает может что-то не усваивается не обязательно что социум так на вас влияет то есть возможно это какой-то физиологический маркер и поэтому если большинство моих старых учеников еще тех времен они считают что психика влияет на соматику это все я говорю ребят но если у вас диарея то злиться вам сложно если у вас похмелье то быть добрыми тоже как-то вот испытывать если вы спите мало там четыре часа то у вас на следующий день вылетает буквально все вы на 30 процентов мало выносливости если вы еще увлеклись осознанными сновидениями то чаще всего мы с вами встретимся потому что нарушаете параметры которые уже заложены они биологические поэтому я не очень люблю психологические учебники я люблю нейробиологические потому что это приятно изучать это польза я понял что мы вообще живем только в рамках биологических наших параметров и возможностей все то есть можно вообще тогда психосоматик не не смотри у нас есть давай так например от рака любой формы излечивается например там животные 80 процентов человек от них отличается второй сигнальной системы выше неранде я просто сейчас для них вторая сигнальная система это бла-бла-бла-бла-бла-бла но давайте так если вы выпили ваша бла-бла-бла меняется а если выпили хорошо в хорошей компании вы бла-бла-бла то есть критичность снизилась мышление алкоголь прямо прошел все барьеры вы чуть-чуть подотупели и вы такие вас выделился окситоцин вы испытываете родственные чувства то есть и и вам хорошо вот она да то есть такая вот реакция которая идет и у вас в этот момент появляются слова слова они конечно же для вас более прекрасно кому-то признаетесь любви кого-то хвалите кого-то еще что то если же вам больно вы испытываете боль то вы становитесь недовольными вы бы бубу 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 убу ту 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 то есть эти механизмы конечно не тоже их нельзя отрицать поэтому вторая сигнальная система у нас присутствует но она чаще всего отражает всю функцию которая есть внутри то есть это приблизительно так то есть я же вот представьте такой сижу мы такая реакция Фазопрессин выделяется Это сейчас для него, чтобы он запомнил Фазопрессин выделяется Это когда ты очень вкусно поел Или у тебя был хороший секс И у тебя вот такое состояние Вот там фазопрессин Понял Вот, да И в этом состоянии вы говорите Какая же ты сволочь Как тебя Бла-бла Не люблю, еще, еще, еще И поэтому, конечно же Помимо запахов На второй сигнальной системе, как он спросил Я слушаю голос Голос это отражение Всей вашей сути И по голосу можно рассказать Вообще о вас ху из ху Ну то есть буквально все И поэтому, когда тебе звонят Тебе не надо там Кто ты по знаку зодиака То есть Ладно, не буду Ты рассказываешь по голосу Все, потому что Эмоции человека Уже подразумевают Как он поступит Как он себя поведет Что с ним будет Ну давай Спроси Спецслужб Спроси Что ты узнал Я пока ничего не узнал Но пытаюсь узнать Вот Что слышите А голос прорывается Или голос внутри Чуть-чуть внутри Да То есть это нормально Нормально Голос у нас Добрый или злой Добрый Но может он у нас Как он у нас Стабильно добрый С такой самадхи Вот когда приходит ко мне И мы очень легко Среди святых Можем определить Как бы человека Путь йога Или действительно Путь святого Путь святого Ему не надо делать Самадхи Он просто в этом живет То есть он не делает Никаких искусств Он просто Ходит и транслирует Два-четыре часа То есть Это уже в нем Это часть его жизни Все поменялось Благодаря этому состоянию Оно стабильно Поменяло все его тело То есть Это безумная перемена Которая произошла И вокруг все такие Ааа Учитель Когда ты сдохнешь Чтоб ты нас еще не учил А просто мы пользовались Твоей энергией То есть И ты говоришь Да пошли ты этих Учеников своих То есть Просто уйди куда-то Они уже знаешь Как это Ааа Батарейка Ааа У меня кончилась Батарейка Вот это вот Еще что-то И вот по голосу Когда вы определяете Все что слышите Да То есть Человек может быть Подвержен стрессу То есть Он у нас Достаточно Где-то неустойчив Чуть-чуть Когда у нас Начинает даже Произносить эти Несколько слов Вдумчивый Достаточно аккуратный То есть Ну вот Услышите Да То есть Как он произносит Он не так Бла-бла-бла-бла-бла Он у нас Продуманно Хорошее образование Лишнего Он у нас Не скажет И даже Если испытает Какую-то эмоцию То он ее Выплеснет Или внутри Ну то есть Вероятно Всего Была какая-то Зависимость Либо алкогольная Либо еще что-то Об этом Может быть Мало Кто может Там знать Но какая-то Вот была Такая Либо работа Стрессовая Либо еще Что-то Где ему Приходилось Этот навык Радостно В себе Сделать Причем Сделал И если бы он Пришел бы Сказал мне Бросать И уйти В самадхи Сказал мне Ты чего Таких специалистов Как ты Очень мало И меня бы Попросил Мой великий Сказать Можем ли мы Его назначить На управление Сказал Да конечно То есть Легко Он Он не сделает Лишних шагов Он подстрахуется И 200 раз Задаст Мне вопрос Поэтому Человек надежный Можно назначать И для этого Не надо Я могу Где-то Находиться Но по его Голосу Он не может Звучать Иначе Он бы и хотел И вот вы Когда если вспоминаете Кто-то в кого-то Влюбляется Начинает говорить А-ля-ля Че-че-че А-а Бла Бла-бла Бла-бла Та-та Та-та А потом Так И мы ставим Диагноз Множественная Личность Это означает Что в человеке Есть и вот это В человеке Есть и вот это Достаточно Всего лишь Внимательно Его Послушать Потому что Конечно же Когда мы Ставим Какой-то Гипнотический Голос У нас Начинает Звучать И мы Говорим Раз Расслабься Вытяни Ножки Ручки А-а Требьен Требьен Вот так И для Постановки Этого Голоса Конечно же Для использования Специалистов Мы вначале Сажаем Полностью Голос На нет Они у нас Не могут Разговаривать Потом Естественно Голос Начинает Мутировать Все как Подростковом Возрасте У них Становится Гипнотический Голос То есть Нам надо Кого-то Подготовить К работе С психозами То я просто Не даю Несколько дней Спать Ну помните Те кто не попал В гестапо КГБ Все пошли К нам Поэтому Начинаются Галлюцинации Начинаются Вот эти Процессы Связанные С активными Видами Бодрствования Когда уже Сон У нас Перелазит В бодрствую Состояние Потому что Кто-то Что-то Не доспал На радостях Но Работа С голосом Это такая Гормональная Перестройка И плюс Физиологическая Перестройка Поэтому Когда бы У вас Были Дыхательные Практики Если бы мы Запускали Все что Мне было бы Интересно Давайте Одна основа Которую Сейчас Все вместе Сделаем Еще Еще Вдохните Звук Не Ну Кайф Кайф А то вы Такие Кайф Вас не слышно То есть Когда Сексом Занимаетесь То есть Вы там Не тихо Это делаете Вы как-то Дышите Так Ну Я видел Эти ваши С надписями Здесь Покоится Рабожий То есть Вам даже Помастурбировать Там не было Шансов То есть Но Все слышно Но Вы Но Да То есть Секса На ретрите Нет Благодаря Этим Чудесным Комнатам Избавили У вас Святое Паританство Посмотрите Большинство В этой стране Связаны С Русской Реальностью Особенно Связаны С провинциальными Какими-то Моментами Все боятся Проявлять Свои эмоции И поэтому Когда вы Попадаете На какие-то Ретриты Или психологические Тренинги Чаще всего Вас просят Эмоции 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 Освобождаемся От эмоций Выпускаем эмоцию Но меня не интересуют Все эмоции Меня интересуют Эмоции Которые Запускают Какие-то Механизмы Чаще всего Ну если Например У меня идет Эмоция Мне необходим Тестостерон Например Да То есть Там Это Нарастить Лишние Какие-то Килограммы Или еще Что-то То я Использую Естественно Агрессию Какое будет Дыхание Тестостерон Начинает Под Начинает Начинается Все процессы Еще Так Дальше Меняется Определенным Родом Биохимия Если же Скажем Мне больше Нужна Дофаминная Реакция Чего Очень мало То я Использую Какой Какой Тип Дыхания Связанный Например Со Смехом А давай Ты будешь Не здесь А я Не сейчас Если вы Помните Единственный Бог Который Приносил Деньги У нас Помимо Лакшми Она Какие-то Другие Чувства Вызывала У нас Это Бог Хатей Это История Про Монаха Который Появлялся На рыночной Площади А вы Помните Быть Святым В горах Это Очень Здорово Но Ты Спустись На рынок И Останься Там Святым И все Что он Делал Он Проповедовал Он Выходил На рыночную Площадь Раз в Неделю И Ржал Все Пробовать Ничего Не учил Просто Заходил Такой Все Вокруг Умирали С смеха Китайский рынок Если кто там был Я вот Прожил В Шаолине Где-то Месяц Там Тренировался Академию Шо Заканчивал Как раз При Монастыре И Китайский рынок Это особое место То есть Они такие Аааа То есть У нас Смотрят Грустные Хотят Плюнуть Спину То есть То там Все-таки Тебе Все Выскажут Что О тебе Думают Так Происходит Они Очень Хорошо Все Улавливают И Весь Смысл Что Вот Он Приходил Он Ржал Соответственно Рынок Этот Богател Китайцы Богатели И Прочее Потом Монах Исчез И У них Как-то Бизнес Пошел На спад И Они Так О Да Это Приходил Будда В Образе Монаха И Они Его Канонизировали На то Чтобы Деньги Нужны Они Поставили Ему Статуя Потому Что Он Приносил Реально Доход И Практически Где-то Мы Находим Либо Лягушечку Либо Изображение Этого Хорошего Человечка Который Хотей Но Это Связано С Дыханием И Вот Ложитесь Поудобнее На Коврике Давайте Давайте Это Связано С Дофамином